Друзья, хочу порекомендовать вам канал Дмитрий Рэй, автор канала пишет неплохие атмосферные истории. На данном канале каждый найдёт что-то для себя, ссылка в описании. Девушки отдыхают Я взрослый и одинокий. Смотрю в окно. Там ветрено. Облака как дым. Унылые панельные дома. Тайлый снег и черная земля. Я не понимал, как могло пройти столько лет. Будто провёл все эти годы в забытии, но вдруг вынырнул и обнаружил себя взрослым. Со мной не было никого из тех, кем я так дорожил. В том сне я нашёл в шкафу выпускной альбом. Открыл случайную страницу и увидел фотографию с девочками из нашего класса. Групповой портрет, школьный двор, зелёные листья, солнечные блики. Девочки в нарядах для последнего звонка. В платьях и в белых школьных фартуках. И среди них особенно выделялась Яна Галкина. Она была не в чёрном платье, как остальные, а в синем василькового цвета. Яна моя школьная подруга. Девочка, которая мне очень нравилась. Я собирался признаться ей в этом после выпускного. И я не мог вспомнить, решился на это или нет. Яна. Длинные кудрявые волосы, чёрные брови, светло-карие глаза. Где ты теперь? С кем ты сейчас? Думал взрослый я в том сне, глядя на фотографию в школьном альбоме. И в сердце ныла тоска. После этого сна мне захотелось поскорее увидеть своих друзей в школе. На улице который день стояла солнечная погода. Как было здорово, наконец, надеть кроссовки вместо зимних ботинок. И шагать по сухому асфальту. По пути в школу я задумался, что совсем скоро наступит май. Учиться осталось так немного. Потом итоговая тестация. Выпускной и всё. Мы не знаем, что будет потом. Но мы с друзьями поклялись, что никогда не расстанемся. И я даже не думал в этом сомневаться. Яна Галкина, Данил Швец и я. Мы сравнивали себя с золотым трио из Гарри Поттера. Встретившись с Даней перед школой, я сразу начал рассказывать ему про свой кошмар. Но мой друг не понимал, чем этот сон показался мне таким ужасным. Он сказал, Кошмары это не опасно. А вот хорошие, приятные и долгие сны, это может быть признаком того, что на тебя напала фантазма. Что? Какая фантазма? Я подумал, что Даня говорит о какой-нибудь редкой болезни. Но он рассказал мне глупую детскую страшилку про чудовище. Ты не слышал? Фантазма это такое существо, похожее на высокую женщину. У неё глаза чёрные как дыры, две ноздри вместо носа и всегда открыт рот. Пока человек спит, она пробирается в дом по стенам. Даже если только чуть-чуть открыта створка, она может вползти в окно, потому что умеет сжиматься. Потом она садится на кровать рядом со спящим человеком и насылает ему прекрасный сон, от которого тот не хочет просыпаться и умирает во сне. Главное вовремя понять, что спишь, пока фантазма не вытянула из тебя все жизненные силы. Я не мог поверить, что Данил верит в такой бред. И сказал ему, «Даня, ты серьёзно? Это же страшилка для первоклассников!» Мой друг усмехнулся. «А ты думаешь, такого не бывает?» А мне воснился хороший и долгий сон. Мне было так легко и спокойно. Совсем не хотелось просыпаться. А вдруг эта фантазма ко мне приходила? «Но как видишь, я в порядке. Что теперь, комнату ночи не проветривать?» Слушая его, я подумал, какой же он ещё ребёнок. Зато это позволило мне забыть о своём унылом сне. Я попытался представить женщину, которая способна протиснуть голову в оконную створку и сдавить грудную клетку так, чтобы пролезть в квартиру. Я представил, как она в темноте, словно что-то жидкое стекает на пол через окно, а потом вытягивается почти до потолка, и тихо усаживается на кровать к спящему человеку. Детские страшилки. Но жуть берёт. А в тот день Яна не была в школе. Так хотелось увидеть её лицо. Как будто мы не встречались буквально вчера. Я смотрел на пустую порту, и сердце рвалось на части. Не дай бог внезапно потерять своих друзей. Но скучать мне пришлось недолго. Яна пришла в школу на следующий день, и с ней всё было хорошо. А вот с Данилом теперь начали твориться пугающие изменения. Поначалу я думал, что он просто запустил себя. Он выглядел неопрятным. Приходил в школу в одной и той же одежде. С его лица исчез румянец. А губы стали сухие и бледные. Я подумал, что он нездоров. Однако Данил вёл себя, как обычно. Был весёлым и бодрым парнем. На вопросы, как он себя чувствует, каждый раз отвечал, что его ничего не беспокоит. Ничего не болит. Совсем ничего. Однажды мой друг опоздал на урок. И когда он вошёл в класс, я ужаснулся его виду. Толстовка тяжело висела на нём, напитавшись телесными жидкостями. Одежда моего друга была в жёлтых кляксах. На его щеках и на лбу появились серые пятна, похожие на плесень. Он выглядел, как ходящий труп. Но что интересно, никто из одноклассников и учителей не обращал на это внимания. Один я это замечал. И больше никто. Даже наша близкая подруга. Я обернулся к ней и спросил. «Яна, ты видишь, что происходит с Данилой?» Девочка посмотрела на друга. Потом удивлённо спросила меня. «Что?» Да они издевались. Он же иссыхал на глазах. Мы втроём, как и раньше, сидели вместе в столовой. Гуляли в школьном дворе во время большой перемены. Я учился не замечать изменения в Даниле. Хотя он уже был не похож на себя. Я проснулся ночью и увидел её на своей кровати. Она сидела ко мне боком, сутули в спину дугой. Шейные позвонки выпирали, как гребень. Волосы висели скудными прядями. Когда я проснулся, она повернулась ко мне лицом. Посмотрела на меня глазами дырами. Две ноздрей вместо носа. Огромный рот без губ. Ряды и мелких зубов. Это была фантазма, какой её описывал Данил. Она смотрела на меня. Дышала открытым ртом. Я зажмурился. И лежал с закрытыми глазами, сотрясаясь от страха. Пока свет утреннего солнца не ударил сквозь веки. Уродливое существо исчезло с рассветом. Или оно мне только приснилось. А в школе мы встретились с Данилом. Он еле плёлся. С него клоками сыпались волосы. А лицо скукожилось и стало похоже на сушёный чернослив. От него не воняло гнилью. Скорее, это был запах старых влажных тряпок и плесневых грибков. Таким его видел только я. Поэтому думал, что дело в моей нездоровой голове. По этой же причине мне могла померещаться фантазма. Но это могло быть и не так. Она могла существовать. Она могла пробраться в спальню моего друга и вытянуть из него жизненные силы. И теперь он всё сильнее и сильнее разлагался. Уже рукава толстовки низко свисали с его рук. Одежда стала ему велика. Я сделал вывод, что этого никто не замечает, потому что так действует проклятие. Но я вижу, потому что фантазма теперь нацелилась на меня. Я напонял друга о том, что он мне рассказывал о своём приятном долгом сне и попросил рассказать подробнее. Данил едва шевелил ртом, но говорил ровным металлическим голосом. Это был прекрасный сон. Я помню не всё. Там было хорошо и уютно. Со мной была бабушка и Жюлья прыгала у моих ног. Зачем меня разбудили? Я хочу снова туда. У Данилы давно не было бабушки, а Жюля была его любимой собакой, которую он знал с самого рождения. Она состарилась и умерла прошлым летом. Не было сил это слушать. Не было сил смотреть, как мой друг перестаёт быть похожим на человека. Я старался не замечать ужас, что творился с моим другом. Думал, само пройдёт. Я надеялся, что однажды приду в школу и увижу прежнего Данила. Но всё становилось только хуже. У меня уже пальцы дрожали от невроза. «Откуда ты узнал про фантазму?» Спросил я. Данил помотал головой, и с его черепа свалилось несколько клочков волос. «Не помню, кажется, мне кто-то рассказал. А ты сам её видел?» Данил ответил. «Постоянно её вижу. Она ведь всегда рядом с нами». По спине пробежал холодок, и я резко оглянулся назад. Мы были в пустом школьном коридоре, но я будто ощущал эту жуткую тварь где-то поблизости. С кем я должен был этим поделиться? Поэтому я попросил Яну встретиться со мной после уроков. Мы пошли на старую спортивную площадку за школой, куда редко кто-то ходил. Устроились рядом на трубах, и я вывалил на неё всё, что видел и чувствовал в последнее время. Рассказал, что вижу Данилу и сухший мертвецом. Рассказал, что видел жуткое существо на своей кровати ночью. Яна слушала меня, не перебивая, а потом сказала «Я даже не знаю, что ответить». Звучит дико. Я думал, что мои слова её испугают, но оказалось, она была не слишком обеспокоена. Сейчас я готовлюсь к тестам и плохо сплю. Иногда у меня из-за этого глюки. Слышу, как мама мне что-то кричит из своей комнаты. Я к ней захожу и спрашиваю, зачем она меня звала. А она смотрит на меня, как на полумную, и говорит, что не звала. Сейчас все очень волнуются и все на нервах. Скоро тесты, выпускное поступление. Нагрузка у нас огромная, можно с ума сойти. От недосыпа люди начинают видеть сны наяву. Но всё пройдёт. Тебе просто нужно выспаться. Сказала Яна. Я понимал, что моя подруга недооценивает, насколько реалистичны и ужасны мои видения. Однако решил больше не нагружать её своими проблемами. И сменил тему. «Недавно ты мне снилась», – сказал я. «Правда? И что я делала в твоём сне?» «Точнее, мне снилась твоя фотография в выпускном альбоме. Как будто прошло много лет, и мы давно не виделись. Я смотрел на фотографию и думал, где ты теперь? С кем ты сейчас?» Неожиданно Яна взяла меня за руку и опустила голову на моё плечо. «Я сейчас здесь с тобой», – сказала она. У меня затрепетало сердце. Мне вдруг подумалось, что я и правда сильно преувеличиваю свои проблемы. И теперь казалось всё не так плохо. Я погряз в самообмане. Девушка, которая мне нравилась, была рядом. Цвела весна. Каждый новый день был тёплым и солнечным. Но я не мог забыть о странностях, что творились вокруг. Дело было не только в моём друге. Если приглядеться, многое было не в порядке. Я шёл по школьному коридору, видел ребят из параллельных классов. Но многие лица было невозможно рассмотреть. Они были размыты и смазаны, как на испорченных снимках. И я догадывался, почему. Я просто не помнил их лиц. Мы не виделись очень давно. Данил, мой давнешний друг, от которого почти ничего не осталось, сказал мне за обедом. Не давай себя обманывать. Это всё не по-настоящему. Я не должен здесь оставаться. Я уже давно был в другом месте. Там, где моя бабушка и моя собака. Я не должен здесь быть. Я должен спать. За обедом он не протрагивался к еде. Да и не смог бы ничего съесть. Его нижняя челюсть давно отвалилась. Теперь я обо всём догадался. Окружающий мир не мог быть реальным. Как движется время? Прошло несколько недель, а май до сих пор не наступил. Я вспомнил. Я застрял в последних днях апреля давно минувшего прошлого. Не будет экзаменов. И не будет выпускного. Я уже давно закончил школу. Прошло 9 лет. Я уже не подросток. Я живу один и работаю инженером. И тот кошмар про школьный альбом Нессон. Это реальность. Мои друзья. Мы не смогли сдержать клятву оставаться вместе. Мой друг Данил погиб. Он ехал в такси, попал в ДТП и погиб. Это случилось почти сразу после школы. Яна поступила в медицинский институт в Питере. И уехала. С тех пор мы не виделись. Девочка, что сидела рядом, и настойчиво убеждала меня, что всё нормально. Это не Яна. Мне наконец всё стало ясно. Я всё ещё спал. А эта чудовище до сих пор сидела на моей кровати. И показывала мне сон про мои давнишние школьные годы. Мои счастливые дни с друзьями. Каких у меня больше не было. Фантазма показывал мне сон, от которого я не мог проснуться. А хотел ли я просыпаться? И снова оказаться в мире, где я одинок и никому не нужен. Насколько можно было прожить воспоминаниями? Усилием воли я заставил себя выбраться из сна. В последние мгновения мне привиделась Яна. Она пыталась удержать меня за руку. И кричала, не уходи. Я открыл глаза. Тварь нависала прямо надо мной. Огромная чёрная пасть дышала на меня зловоньем. Оно говорило голосом моей давней подруги. Всё пройдёт. Тебе просто нужно выспаться. Завопить от ужаса. Единственное, что я мог сделать. Моё пробуждение и мой крик испугали чудовище. Уродливое создание спрыгнуло с меня. Ударилось о пол. Скользнуло к окну. И в мгновение ока протиснулась створку. Я сидел на кровати, пытаясь окончательно прийти в себя. Тряся от испуга и от холода. В комнате была зябка. За окном бушевал ветер. Сквозь оконную створку улетел снег. Мне понадобилось несколько дней, чтобы прийти в нормальное состояние. Я чувствовал слабость в теле. Головокружение. Несколько раз у меня подкашивались ноги, и я едва не падал. Казалось, что моё тело опустошено. Благо, это скоро прошло. И теперь я даже не знал, правда ли меня чуть не погубило ночное создание. Или же мне проснился долгий и безумный сон. В любом случае, мне больше не хотелось зацикливаться на воспоминаниях. Я решил, что отныне буду жить настоящим. И прикладывать усилия, чтобы не чувствовать себя одиноким и никому не нужным. Я поинтересовался судьбой Яны. Оказалось, что закончив институт, она не осталась в Питере, а вернулась в наш город. И стала работать в районной больнице. Как это осталось неизвестным для меня. Я нашёл её новую страницу в социальной сети. Написал, предложил увидеться. И Яна к моему удивлению согласилась. Столько лет спустя мы сидели в кафе напротив друг друга. А почему ты не осталась в Питере? Поинтересовался я. Девушка пожала плечами. Там красиво, но дорого жить и плохая погода. Летом классно, а остальное время года уныло. К тому же я люблю наш город, и всегда хотелось сюда вернуться. Я смотрел на неё и не мог поверить. Она почти не изменилась. Всё такая же девчонка. Длинные кудрявые волосы, чёрные брови, светло-карие глаза. Недавно ты мне снилась, сказал я. Яна улыбнулась и спросила с любопытством. Правда? И что я делала в твоём сне? Мне показалось, что всё это уже было. Субтитры создавал DimaTorzok